Ну вот, в очередной раз у меня покупка, как говорится, это не сказать, что неудачная, просто, ну, спонтанная, проще говоря. Я уже говорила, что я заказала саженцы в одном из магазинов из-за того, что там захотела заказать одну из роз. Кстати, из одной розы только вот этот весь шум, сбор, перебор. Вот эта вот роза, это вьющаяся роза, очень красивая. Она такая, вот она, роза плетистая, индиолета, летпа, короче. Она очень красивая, из-за нее и только весь сыр-бор. Ну, когда мы заходим, заказываем саженцы, естественно, с глаза разбегается, нам хочется всего-всего. Я заказала еще дополнительно вот здесь вот алыча, деликатесная она у меня пойдет к сливе, потому что у меня слива вымерзла, я хочу ее возобновить. Вот здесь черешня стала, из-за чего взяла, потому что у меня что-то одна из черешин начала болеть. Я поэтому что-то страшно стало, что она погибнет, и я взяла абрикос Северный Триумф. Кстати, очень хороший абрикос, самоопуляемый. Я его давно хотела, у меня был, в садах России покупала, но он у меня почему-то не прижился. Там были маленькие саженцы, кстати. Это абрикос сибирский, тоже, кстати, очень хороший абрикос. Вот он не вымерзает, очень хорошо растет. Я его тоже взяла. Думаю, пусть будет. Это виноград. Кстати, все саженцы, когда я покупала, была акция на них. Это было март месяц, там акция была все со скидкой, было хорошее, поэтому я их и заказала. Ну, конечно, надеялась на то, что все будет в отличном состоянии. Виноград запорожский, потом виноград велес. Что-то по 117 рублей, что ли, они были. По-моему, 117 рублей, врать не буду. Это колоновидная алыча, я решила взять, попробовать колоновидную. Хотя у меня есть яблоня колоновидная, нифига не стала плодоносить. Поэтому с учетом того, что ладно, попробую, возьму. Ну, не знаю, что будет. Ну, как говорится, попытка не пытка. А это вишня, потому что у меня вишню, буду убирать старую вишню, обновляю. Сейчас, как говорится, новый вид. У меня очень-очень старая вишня, кстати. А эта вишня еще и кустовая. Так как огород у меня маленький, я стараюсь убирать те саженцы, которые небольшие. И имеют невысокий рост, до 2 метров. То есть, чтобы они не затеняли друг друга, не мешали друг другу. Поэтому все саженцы низкорослые. Вот, получила я заказ, конечно, немножко расстроилась. Не из-за саженцев. Саженцы, кстати, очень хорошие, живые. То, что у них лис молодой выброшен был и засох во время перевозки, это не страшно. Его вообще надо было убрать, когда они его упаковывали. Я не знаю, почему они его не убрали, потому что это неправильно. Саженец из-за этого питает лист, из-за этого он может погибнуть сам. Ну, не знаю, точно. И ко мне вопрос. Их просто нужно сейчас убрать. Она наберет силу и восстановит, как говорится, не погибнет. Главное, чтобы корневая система была хорошая. Это я их специально поставила в воду, потому что все-таки они после перевозки. И, видимо, очень долго ехали, так как лист так сильно подвял. И были в сухом состоянии. Буду добавлять корневин при посадке, добавлять буду микоризу и паралонгированное удобрение. Сразу же буду в лунку добавлять при посадке. Потому что это даже удобно. Почему? Потому что, во-первых, корневин у нас усиливает корневую систему. Микориза – это все-таки хорошая грибная основа. Там же грибки, вот эти вот бактерии, которые создают питательную среду для корней. То есть, как бы симбиоз идет между вот этими грибками и корнями. И корни хорошо питаются, хорошо усваивают пищу, которую мы будем добавлять вот таким пролонгированным удобрением. Что минус в этом заказе был? Вообще, там должна была прийти земляника. Заказ был земляника и семена. А еще, кстати, семена пришли. Семена пришли, но там один только огурец не пришел. И вся земляника, и плюс еще там были тюльпаны и несколько луковичных. Тоже по акции покупала, там дешево что-то было, я их из-за этого заказала. Но так как все-таки тюльпаны могли не прислать из-за того, что это осенняя высылка посадки, ну почему землянику не прислали, вот это меня удивило. Я, конечно, соответственно, сразу же сфотографировала посылку, сделала файлы, сделаю вот отправку сейчас, буду делать письма, уточнять. Ничего не написали, почему не пришло половина посылки. Буду уточнять, что произошло, почему нет посылки. Вот если честно сказать, по сути, покупать где-то, заказывать в интернет саженцы, это как и покупать на рынке, это одна и та же песня. Это все равно рискуешь каким-нибудь этим. Ну вот это по акции заказала. Дешево, как говорится, русской рулеткой садоводов. Ну ладно, пойдем сажать. Начну я, наверное, скорее всего, с алычи, потому что она сюда у меня пойдет. Вот эти вот листики все лучше сразу убрать. Они уже, от них смысла нет вообще никакого. Они высохнут и уйдут. Правда, веточки лучше не ломать, которые там молодые образовались. Можно, конечно, было бы и обрезать чуть-чуть. Она бы выбросила молодые веточки. Вот плохо, когда садишь уже на какое-то определенное место, где уже что-то растет. Я вот сюда хочу, потому что старую вот эту вот хочу спилить и, короче, убрать ее. Она полностью вымерзла. Эту посажу сюда, потому что здесь есть еще одна. Они рядышком, они невысокие. Они будут рядом как совмещать друг друга. Единственное плохо, то, что уже вот, как сказать, большую, правильную ямку не сделаешь. Из-за того, что уже тут посадки и плюс, видите, вон, корневая система уже отмирает у сливы. Ну, я ее не хочу даже выкапывать, потому что сама, она уже погибшая, ее только спилить, просто спилить, и она постепенно уже сама погибнет. Ну, отойдет корневая система. По идее, вот это неправильная посадка, потому что все-таки здесь нету глубокой ямы положенной. Ну, что сделаешь? Отклонку. Ну, корневая система не очень, конечно, я скажу, хорошая. Припудрим корневинчиком. Видишь, лопух растет. Вот как я его так сюда посадила. Наверное, нужно было. Сажать нужно так, чтобы корневая шейка была снаружи. Ее углублять нельзя. Слегка вот так вот надо потянуть. И хорошенечко утрамбовать. И обязательно пролить. Головновидную сюда вот посажу. Она здесь не будет невысокая, и рядышком она вот эту все равно спилю, скорее всего. И она сюда будет нормально. Посадите, что ли я сюда. А здесь у меня этот ромашка с этим. Это ромашка. Лекарственная. Засветет вот сейчас это, как ее фиалка. Будет красотища. Ну, здесь получше корневая система. Так, припудрим. Расправим корешочки. И, конечно, надо ее вот так вот. Чтобы уплотнить. Надо обязательно уплотнять землю при посадке саженцев. Это очень важно. Корневая система схватывается и лучше развивается. А теперь немножко потянуть. Вот так вот. Подтягиваешь для того, чтобы... Как бы... Вот когда ты засыпаешь землей, корни немножко вниз опускаются. Потом приплотняешь и чуть-чуть приподнимаешь. И как бы между корнями остается как бы... Такое небольшое пространство, как воздуху. И там вот будут мелкие корешочки развиваться. И поэтому сначала уплотняешь. Ну, естественно, ногами это надо делать. А потом слегка вот так вот. Вот так чуть-чуть приподнимаешь. Это нужно для того, чтобы образовалась воздушная подушка под корнями. И корни мелкие. Хорошо там развивались. Все. Это уберем. И она вот сюда вот как раз в сливу пойдет. И они будут вместе. Она тем более колоновидная. Она будет, то есть в один стебель примерно. Этот немножко в кустовидный. А в один стебель вот это уберу. Потому что на все равно вот у меня дойдет уже. Низкорослый сорт. Он будет вот прям вот на низине. Он специально для того, чтобы опылять другой сорт. И вот этот сорт, он повыше. И он как раз у меня. Вот я думала, будет болеть. А он отошел и начал жить. Я теперь думаю, куда мне то-то севать. Я-то рассчитывала, что он погиб. Этот-то они вместе. Хорошо. А куда мне другой? И, конечно, можно посадить его. Можно. Потому что сам по себе черешня, как и вишня, она может в несколько стволов расти и нормально себя чувствовать. Но вот как подлезть, вопрос. Это ж надо. Я вот думала, вот только вот если вот в эту часть посадить. Вот она отошла, я что сделаю. Я думала-то, что она все из-за этого и заказала. Вообще, чтобы сформировать хороший сад, а тем более, когда нет условий. То есть, ну, очень мало места. Охочется всего и сразу. Нужно, конечно, очень тщательно поработать. Но я вот формирую сад так, чтобы он был слабенький. Видишь, корни тоже. Да, приживется, не приживется. Вообще слабые корни. А сам ствол хороший. Пытаюсь формировать именно такой из невысокорослых кустовидных саженцев. А так как все-таки любые саженцы требуют еще дополнительно и опылителей, один сорт не посадишь. Надо несколько сортов сажать, чтобы хоть какой-то был эффект. Вот в процессе посадки даже вот, да, все-таки у нас такой климат-то нестабильный. Сколько за это время у меня погибло саженцев. То сорт, может, не подходил. Может быть, погода где-то сработала. Но я не сказала, что много, конечно, погибло. Вот, допустим, вот здесь вот черешню. Я еще один сорт сажала. Тоже такой же. Просто два корня сразу сажала. Но он, второй, был куплен в фикс-прайсе. У него очень плохая корневая система была. Очень плохая. Он просто-напросто погиб. То есть вот, ты же не знаешь, как оно погибнет, выживет. Так ведь это вот у меня абрикос. Мы к нему еще один посадим. Потому что они будут два. Они невысокие. Чуть больше двух метров. Очень хороший абрикос. Самопыляемый. Уже вот у нас даже это, цвел в этом году. Навряд ли завязался, но цвел. Вот это вот из косточки абрикос. Погиб зимой. Вымерз. Это из косточки, кстати. Тут я такая, видимо, землю высыпала. И косточки. Вон даже валяются косточки. Такая не была. А что такое у меня вылезло? Такая подкопнула. Смотрю. Абрикос. Из косточки. Но он вымерз. Все-таки слабое это растение. Вымерз. А у него, смотри, что. Зелень. Я говорю, вымерз. Смотри. Маленькое зеленое. А я сломала. А он не вымерз. Ну, я его сейчас так вот обрежу. Пусть останется. Не будем трогать. Потому что я вот сюда хочу посадить второй-то. Если уж пойдет, то пойдет. Вот эти вот надо убирать. Потому что вот эти вот боковушки, они замедляют маленечко рост. Как говорится, с огорода убираем все грядки. Делаем сад. Ну, зачем нам лишний огород? У нас есть же огород. И здесь абрикосы будут очень хорошо. Здесь солнышко всегда. Всегда. Даже уже вечером это солнце. Потому что для абрикоса солнце очень важно. Хорошая корневая система. У него, кстати, абрикоса особая такая корневая система. Она такого красного цвета. Он, кстати, еще спит. У него почки. Они живые, но они еще спят. Вот мы его сейчас разбудим. Пусть он просыпается. Чуть-чуть еще к стволу. Потому что вот здесь вот прививка. Ее нельзя закрывать, прививку. Она должна быть открытая обязательно. У нас еще один абрикос. Я же забыла. Это же еще один хороший сорт. Я вот сюда его хотела посадить. Он у меня вот здесь. Вот они будут рядышком. Удобрение. Пролонгированное. Кстати, при посадке вот именно саженцев надо пролонгированное использовать. Потому что оно все-таки действует не один год, а в течение, как говорится, нескольких сезонов. Ну, зависит от этого сезонное. Но все-таки не нужно будет думать, чем подкормить, там еще что-то. Здесь послабже корневая, конечно. Нет, вообще-то тоже ничего. Вот так опудрим и засыпаем. Что-то ложить там, типа навозы еще. Я не буду. Почему? Потому что у меня земля хорошая здесь. У нее хорошее тут питание. У нее тут дополнительно внесен биогумус. Я его просто подкормлю дополнительно биогумусом жидким. Сейчас будем поливать. Добавим биогумус. Все, сейчас будем вишню сажать. Она как раз поднимется. А на тот год я хочу вообще старую вот эту вишню все убрать. Потому что она уже все, она уже ни к чему она уже, глянда убирать. Теперь у нас виноград и роза осталась. Папа мне вообще вчера говорит, ну иди от сын, посади побольше. Такие классные. Я говорю, ну будут, рассажу. Я говорю, будут, если на следующий год луковицы обязательно куплю. Мне тоже они, кстати, очень понравились. Я говорю, прям куртиночками так сделать. Он говорит, все засадит цветами. Я говорю, все засажу цветами. Какая тебе, говорит, у тебя сейчас огород такой. Я говорю, нет, чеснок уместо, и зелень не нужно. А все остальное, да. Засажу цветами, кустами. Будет красота или пота. Вот эта клетистая. Она, пошли вон почечки у нее. И сюда же еще одну посадим. Кстати, для винограда вот такая посадка вообще нерентабельная. Сейчас вот я сделаю ямку. По идее, это неправильно. Надо глубже ямку делать. Намного глубже. Лука вышла. Виноград любит каменистый. Мне обязательно нужно здесь вот камень. Обязательно. Кладем. Ты поняла, когда сажала свой тут старый виноград? Вот много лет у меня, я его не могла никак вырастить. Вон там сажала. Намяганьку земельку. Все туда-сюда. Не растет и все. А потом мне говорят. Ни в какой мягонькой земельке, чем тяжелее земля с песок. И камни побольше. Я вот здесь вот сделала под него. Может он у меня... Нет, он погиб от мороза. И вон как пошел. Как пошел. Он хороший корень, кстати. Неплохой. Он хорошо приживет. Он такой хороший корневостим. Потому что по сути своей часто очень. Саженцы винограда приходят с такой плохой корневой системой. И ты прям плачешь над ним. Вот он. Который вот здесь. Он, наверное, в том году кое-как он. Не знаю. Отойдет, не отойдет. Сорт хороший. Велес. Хорошие такие. Прямо грозенью. Хорошие вырастают. Хорошие винограды. Десертные он такой. Они здесь временно. А у нас что, временно-то постоянно, да? Нет, я их уберу. Это не на пару... Может на один год. Может на этот, может на тот. И все. А после уберу. Ну, тут вообще он перешетчик. Не покушный. Кстати, вон там вот у меня молочный корень. Вот самое интересное, меня удивляет. Многие говорят, надо сажать так розу, чтобы у нее прививка ушла под землю. Я все понимаю. Зачем? Я мужу спрашиваю. Как правильно посадить? Он же все-таки человек с агрономическим образованием. Ему-то лучше знать. Он говорит, прививка должна быть сверху. Или у тебя пробьется дикарка, и прививка просто-напросто погибнет. Я говорю, как так? Почему он говорит, что? Ну, говорит, попробую. Я вон там попробовала. Одну прививку под землю посадить. Ну и что? Ну, а у меня вообще погибло. Я поняла, я больше таких экспериментов делать не буду. У меня жидкий биогумус тут. Идея под каждый куст надо вылить не меньше ведра. Но земля порой сырущая-сырущая, потому что здесь жилет. Мы не будем столько лить. Красота, да? Это забыла, как называется. Абриета. По-моему, абриета. Бабулечке купила. По-моему, абриета. Красивый, да? И они весной сразу распускаются. Кстати, если их обрезать после цветения, они осенью опять цветут. Пошлите сажать на новое место жительства. Красота. Это чтобы весной радоваться. Вот здесь и снотка. Она вот она. Она скоро зацветет. Она белыми цветочками цветет. Но она, видишь, как плешами взошла. А я вот между ними хочу как раз ее посадить. Она по весне раз, кустички. А потом эта начнет свисти. А потом опять осенью эта начнет свисти. А смотри, бабулечка-то тут не один кустик положила. У меня тут прям целый этот. Короче, мы знаешь, как сделаем? Смотри. Никида беленький. Так приятно у бабулечек покупать. Такие они умнички. Никогда не жалеют. Кладут от души. Не то, что эти. Крохоборы. Это будет розовенький. Беленький. Вот сюда вот сделаем, да? Они разрастутся. Она, она это, почва покровная. Она разрастается. Красиво. А еще семена опадут. О, вообще будет красота. Она весной красива будет. А красилась летом. Красиво же будет, да? И когда еще только весна. А вот там уже такая красота распустилась. Я, кстати, ее сюда семенами посадила. Ну, не знаю. Вот семена. На семена же надейся. Да ведь. А вдруг не взойдут. Семена семенами. А уже готовая будет получше. И такая красота, такая весна будет распуститься. Красиво же дает. А тут еще солнышко. И здесь вода не застаивается. Они не любят воду, кстати. Все в цветах будет. Все цвести и пахнет. Как пойдет, пойдет. И вот они две. Они небольшие, они невысокие. Они вот, ну, может, чуть больше двух метров будут кустом. Как еще формировать? Папа такой говорит, мне вот эти понравились. Я говорю, да. Побольше посади. Я говорю, ты советуешь? Он говорит, да. Купи побольше посади. Я говорю, ладно. Попадутся клубни, обязательно куплю. Может, еще какого-то другого цвета. Цвета, да. А у меня еще вод влазит. Может, другой будет цвет. Вон. Видишь? Этих тоже побольше. Нарциссов? Да. Нарциссов у меня много посажено, кстати. Они вылезли. Ну, сейчас я скажу. Их вот так вот смотришь. Вот нарцисс. Вот нарцисс. Они... Вот нарцисс. Их просто не видно. Вот нарцисс, кстати. Почему-то не выбросили. Ну, некоторые, может, эти маленькие еще. Так, это не нарцисс. Вот здесь должно быть. Вот нарцисс. Он цвет даже выбросил. Это вот недавно совсем мелкая была. Водосбор? Да. Он зацветет скоро. Ну, он летом цветет. У меня, кстати, еще посажены другие сорта. Махровые. Это у меня там рос. Он. Я его сюда присадила. А тут еще с лесу я привезла. С леса какой-то у меня здесь. А вот почему-то у меня этот не выходит. Как ее хоста. У меня же здесь хосты две. И вот не вижу их. Это я с леса принесла. Не знаю, что такое. Понравилось принесла. Тоже... А, это нет. Это не с леса. Я говорю, вот чеснок, зелень, огурчики и помидоры. Все. Остальное все на огороде будет. Вон, вон вылазит, вылазит, вылазит. Мелкие семена вон высыпает. Вон, где я села. Думаю, пусть подрастет. Потом, в случае осенью, можно сформировать. Раскидать. Ой, зелень, она вылазила. Зелень, это зелень. Это, которая у меня призимовала питунья-то корнями. Вон, вон зашли уже, вон начали сходить. Видишь? Это я села эти гипсофилу. Это тоже, кстати, призимовала. Представляешь? Я их прищипнула. Вот они должны, вот боковые, видишь, пустили. Я их прищипнула. Их надо прищипывать. Ну, сейчас вот эти вот подрастут, я их опять прищипну. Чуть-чуть подрастут, опять прищипну. Мне сказали, не жалеть, надо прищипывать. Вот она вот здесь, вот так вот. Сейчас ее прищипнуть и не жалеть. Они больше куситься будут. Вот так вот. Пусть. Тут все-таки на солнышке-то лучше. И вторую сейчас вынесу. Три недели они у нас живут. Месяца еще нет, как они у нас живут. Они уже тяжеленькие. Ну, вот поедем 10 июня за следующей партией. Потому что эти уж, наверное, я думаю, в конце июня, в начале июля уже колодь придет. А там шебуршит у нас. Прям шебуршит, надо яйца собрать, кстати. А то через край скоро посыпется. Там многоэтажка. Ну да. Вообще. Шумные соседи. Ну вообще шумные соседи конкретно. Шумя. Здесь-то какая. Не, мне вообще. Да что здесь, вон, видишь, что. Надо с помидором высаживать. И они уже заваливают. Эти там низкорослые. Они нормально себя чувствуют. Там вот уже заваливаются, падают. Куда их вот сейчас высаживаете? Но холодно. Я вот фигею, когда смотрю, у людей вот рассады, да, они уже высаживают. Ладно, у кого теплица там, это не вопрос. А если на улицу? Нафига сажать ее в феврале? Если ты ее на улицу будешь высаживать, она вон. Вот она у меня в конце марта посажена. Она падает. Она просто падает. Она страдает. Ее бы пересадить. Да куда? Перец мой страдалец. Мышами поедет. Отходняк у него. Ладно, нормально. Капусту вот пойдем посажать раннюю. Что ты там? Моих страшилок хочешь снять? Не показывай мои страшилки. Ну какие страшилки? Да, страшилки. И вот показывают у них прям, кажется, большое. Потому что они близко. Во! Во! Сразу кажется. Ух, какие большие! Ух, какие большие! А это у меня, вот я с семенами недавно. Они у меня молоденькие еще. Эти колюсы нормальные. Я их сейчас вот высажу. Они большие, зараза, вырастают. Крупные. Я их для кашпо этих, напольных, хочу использовать. А эти, эти, они идут определенного сорта. Они низкорослые. Я хочу их для дома, дома посадить в горшок. Пока пересаживала, у меня уже этот, зацвел. Это вот последний у меня эти, как ее, как она называется-то? Лабелия. Да, лабелия, с которой я не дружу. Последний уже, который я высаживала. Ну и он, смотри, хороший. Их надо прищеплять, по идее, чтобы они густились. Крупинник пшенный, из пшенной каши. Он как поднялся. Будет вкусный ужин. Крупинник пшенный, из пшенной каши. Крупинник пшенный, из пшенной каши.